Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем вязание пледика лабиринт. И сейчас я вам расскажу принцип создания вашего пледика, потому что я буду вязать плед небольшой. Я буду вязать просто для того, чтобы вам показать методику вязания этого пледа, вы будете вязать на свой размер. Как мы определяемся с размером нашего пледа? У меня каждая ячейка пледа будет занимать 5 сантиметров. Ячейка сейчас вам расскажу сколько. То есть 5 сантиметров на 5 сантиметров. Плед наш будет иметь, чтобы не ошибиться, 13 на 5 блоков в ширину и 19 на 5 блоков в высоту. То есть мой плед будет иметь 13 умножить на 5 65 сантиметров. У вас конечно другие размеры, поэтому что вы сейчас делаете? Вы берете тот размер, который вам нужен. Например, метр на 2. Метр делите на 13. Если 100 сантиметров поделить на 13, размер вашего блока будет, если я беру плед 1 метр на 2 метра, метр делю на 13 блоков, получаю 7 и 7. Размер одного блока. И 2 делю на 19. Получаю 10 сантиметров. Размер одного блока. 10,5. У вас блоки будут вот такие. И смотрите, либо они будут разного размера, то есть звенья, которые мы будем соединять, вот эти переходы, которые мы с вами будем делать, длину и ширину будут отличаться. Ничего страшного, просто будет такой эффект. Зато вы выйдете на тот плед, который вам нужен четко по вашему размеру. Вязать будем только квадратики, то есть мы не будем вязать никаких сложных линий, никаких разворотов, ничего. Мы будем вязать по прямой. Сейчас вам все расскажу, покажу. Но если вы хотите квадратный именно плед, ориентируйтесь на ширину, потому что длину мы можем довязать основным цветом. У нас будет основной цвет и дополнительные. Как бы те яркие лабиринты сами, которые мы будем вывязывать в итоге. Так вот, вы можете надвязать плед. Вот, например, у вас узор будет занимать какую-то часть. То, что не хватает, вы можете надвязать основным цветом. И получается у вас рисунок в середине. Такая композиция. Можно. Либо, еще раз говорю, у вас длину и ширину, ваши детали будут иметь разный размер. Поэтому я вижу пледик с размером блоков 5 на 5 сантиметров. Это 15 петель и 16 рядов. У меня, по моему расчету, получается так. Петельная проба 2,5 на 3, 3, 10 сантиметров, 15. По одной петле я добавила на сшивание. Можете это делать, можете не делать. То есть, получается у меня 13 петель плюс 1, плюс 1 на соединение. Таким образом, у меня получается 15 петель 16 рядов на каждый блок. Блоков будет много, блоки все будут разные. Каждый раз, каждое занятие мы будем с вами начинать с того, что я буду рассказывать состав сегодняшнего элемента. Он будет состоять из нескольких блоков разного цвета. Будем каждый раз об этом вам рассказывать. Но принцип будет одинаков. Мы будем вязать длинную полотно, состоящее из разных цветовых сочетаний. У меня это будет 15 петель. Я буду вязать 15 петель. Вот такую длинную конструкцию. И 13 блоков, которые будут занимать 16 рядов. Каждый раз я буду показывать вам вот эту табличку. 15 петель набираем и провязываем 16 рядов одного цвета, 16 другого и вот так далее. То есть, вот эта основа у меня присутствует. То есть, 15 петель набрала, 16, 16, 16 рядов. Если у нас количество рядов в блоке будет отличаться, оно все равно будет состоять из либо двух, либо трех, четырех и так далее количества вот этих вот блоков одного цвета. Это я буду рассказывать вам каждый раз перед тем, как мы начнем вязать. Но для того, чтобы вы вязали плед на свой размер, все-таки моя задача объяснить вам еще раз. Берете плед вашего размера, делите его в ширину на 13, в высоту на 19 частей. И исходя из этого определяетесь с размером вашего блока. Он может быть квадратный, он может быть прямоугольный. Если вам критично попасть в определенную длину, значит блоки будут прямоугольные. Если вам не критично, значит делайте квадрат исходя из ширины. Если вы хотите, чтобы все блоки, как у меня, они будут одной длины и ширины, если вы хотите такую же. Вяжите блоки по ширине, исходя из расчета по ширине. Потом просто надвяжем сверху и снизу нитью основного цвета то, чего нам не достает до того размера, который мы хотим. Вязать можно на абсолютно любой машинке. Вообще не важно, какая у вас машина. Будем пользоваться одной игольницей. Никаких сложных жаккардов, никаких сложных элементов мы вязать не будем. Мы будем вязать прямую полосу со сменой цвета по рядам. Поэтому с такой задачей справятся даже те, кто вообще еле-еле владеет вязальной машинкой. Задания не сложные. Каждую часть мы будем выполнять одну вот такую полосу. По либо моему расчету, то есть если вы хотите вязать схему, понять как это вяжется и нужно ли вам вообще такое, просто поиграть. Вяжите по моему расчету пять на пять. Получите пледик 60, то есть практически 70 на метр. Бросьте на кресло либо на диванчик. У вас вот такой маленький коврик будет симпатичный. Если вы хотите свой размер, пожалуйста, делайте пересчет. Не забудьте, если вы будете делать пересчет, обязательно нужна петельная проба. Потому что если вы, например, берете 7,7 см, умножаем на вашу петельную пробу той пряжи, которая у вас будет, я должна буду набрать 19 петель, плюс 1, плюс 1 на сшивание, то есть 21 петля, и 10,5 умножить на 3,3 провязать 34,6, ну 35 рядов. То есть 19 петель на 35 рядов. И тогда я попадаю в тот размер, который вы для себя рассчитали, исходя из того, что имплет будет метр на два. Я надеюсь, что с расчетами понятно. Каждый раз, когда мы будем начинать блок, я буду показывать вот эту таблицу. 13 блоков по 16 рядов каждая. 15 петель набираем. Частей будет, как я уже сказала, 3, не 13, а 19. 19 частей, 13 в одном блоке и всего 19 блоков. И так. Делайте расчет, подбирайте пряжу. Пряжа. У меня 4 цвета. Яркий, позитивный, очень контрастный узор. Основа белая. Я делаю основу белую. Белую понадобится больше всего. Красный, синий, зеленый. Меньше. Потому что это отделочная, вот как раз та отделка, тот узор, который мы будем вывязывать именно этими цветами. Их понадобится меньше. Подобрали пряжу. Подобрали петельную пробу. Подобрали размер своего пледа. Подобрали размер каждого блока. И готовимся начинать вязание со следующего урока. Так, что, мы замужем 1over, 1, 2 вяжем смены, кинerie 4-1, 3, 2 вяжем смены, Продолжение следует...